Встречались с молодежью, проводили время заплетения маскировочных сетей, освоили изготовление необходимых предметов быта для оказания медицинской помощи. Пенсионеры из Китима без дела в 2023 году не сидели. Проведена большая патриотическая и волонтерская работа. При этом успевали культурно отдыхать и учиться. Расскажем о своих новшествах, которые на территориях муниципальных образований, о взаимодействии с властью, потому что не везде взаимодействие такое тесное происходит с общественными организациями. Мы в частности поделимся своим опытом города Скитим, потому что мы как пример о взаимодействии и работе с властью, с администрацией города, которые поддерживают нас во всех начинаниях, помогают вообще абсолютно во всем. На семинар в Скитим съехали с делегацией 10 муниципальных образований региона. Цель – поделиться опытом в реализации социальных проектов, поставить задачи на предстоящий год. Сегодня говорят о новинках, которые есть на территории городов и районов области. Когда мы говорим людям старшего возраста, что меняется, а многие из них говорят, что ничего не меняется, все вроде бы мы не видим. На самом деле надо людям показывать изменения не только в социальной сфере, но и в здравоохранении, и в образовании, и так далее. Поэтому у нас есть практика, когда мы в начале учебного года, перед началом учебного года, после ремонта школ, делаем экскурсии по школам, для того, чтобы люди видели, что делается. Искитимцы покажут и Центр общения пенсионеров на базе местного отделения Социального фонда России, и Центр социальной поддержки, который объединил сразу три организации. Помимо лекций и экскурсий, еще и спортивные соревнования. Как оказалось, любителей активного отдыха среди пенсионеров немало. Мы проводили в свое время Малоолимпийские игры. И вот я хочу посоветовать проводить эти Малоолимпийские игры, потому что они способствуют межпоколенческой связи. В этих Малоолимпийских играх участвуют бабушки, дедушки, дети, внуки и даже правнуки. Задачи обозначены. Курс взят на грантовую проектную деятельность. Это позволит пенсионерам сохранять историческую память, помогать окружающим, в общем, заниматься любимым делом.